Ха, ребята! С вами Супер Герчик, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы путешествовали по вот этой вот карте, так сказать, и нашли деревню. В этой серии я хочу попробовать оседлать коня, что у меня вряд ли получится. И ещё я бы хотел построить библиотеку. Давайте, собственно, начнём играть. Тут к нам пришёл гость домой. Проходи. У меня немножко игра лагает, но ничего страшного. Надеюсь, это лагание закончится в скором времени. Вот у нас столько вещей. Мы пришли было после прохождения. Так, зачем нам столько картофеля? Откуда у нас столько картофеля? Ещё один вопрос возникает. А, ну мы же в деревне награбили, получается. Ага, а здесь для картофеля места уже не так уж и много. Вот у нас золотая мотыга специально для таких случаев, добытая в сундуке. Ну, о, эндермен. Так, нам нужно уничтожать всех эндерменов, чтобы набрать побольше об эндера. Так, вот он. А, нет, не играй, не лагай, не лагай. Так, на тебе, получай. Вот он. Что-то... Я сейчас проиграю. Всё, нормально. Я уже думал, сейчас придётся... Заново. Так, вот та рыбка, которую зовут ведро. И она тоже тут много чего сделала. Перекусим. И давайте мы будем, получается, искать коней. Я не помню, где тут есть кони у нас. Надеюсь... А, вот же они. Вот тут они есть. Всё. Так, нужно яблоко. Я помню. Кони приручаются яблоком. А чтобы добыть, собственно, много яблок, ничего не нужно делать. Как же повезло, оказывается. Какого приручим? Давайте. Эни, Бенни, ели вареники. Вот, давай, это тебя. Так, я уже не помню, как это сделать. Допустим, сначала дадим ему. Он не хочет. Так. Нифига себе, ты кушаешь, конечно. О-о-о. Так, а мы, типа, приручили? О, всё, мы приручили, отлично. Кстати, как мы её назовём? Надо, надо этим подумать. Давайте-ка сделаем щит. Так, вот у нас всего хватает. Но всё-таки как же нам назвать нашу лошадку? Мм? Лошадку. Так, если нам нужно назвать лошадку, значит, нам нужно назвать лошадку. Э, а где она? А, а которая из них она? Так, это не ты. Ага, вот ты. Слушайте. А давайте мы назовём эту лошадку... Росинант. Всё, отличное имя. Здорово, Росинант. Короче, ты будешь тут ходить, бродить. Я тебе скоро найду седло, и будем мы кататься вместе. И искать приключения рыцарские. А теперь, я думаю, что стоит создать мини-библиотеку. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас есть для этого. Так. Ага. Ага. Нам нужно создать библиотеку. Алмазы у нас... Да, алмазы у нас есть всегда. Отлично. Итак. Та-да-та-тан, та-да-та-дан. Та-ду-дан. Чародейский стол готов. А теперь нужно для него сделать книжные полки. Одну, и вторую, и всё, да? Как раз нам хватило всех книг, я так понимаю. Вот только сейчас бы вспомнить, как ставить правильно. И куда, кстати, поставить библиотеку эту нашу. Будет наша библиотека находиться вот тут. О-о-о. Крутяк. Так. Вот так же, да? Если я правильно помню. Лазурит нужен, да? Чтобы зачаровать что-нибудь. Так. Так. Мы можем зачаровать на эффективность. На эффективность. И на прочность. Так, я запутался. Эффективность, эффективность. Ну, давайте то, которое подороже. О-о-о, нифига, нам повезло. Круто. Ещё и на прочность. Крутяк. Всё. У нас суперкрутая кирка. Или кирка. Сейчас наступит вечер. Предлагаю всем поспать. У меня вопрос. Вот стоит сюда заходить? Давайте, собственно, зайдём. Только, опять-таки, надо взять с собой не так много вещей. А сделаем новый сундук для сохранения вещей. Если так можно назвать это. Вот пусть он будет где-нибудь. Вот. Где, где, где. А давай на потолке. А, нет. Нельзя. Сюда? Давай сюда. Перекладываем все вещи. А теперь вопрос. Чем мы будем обороняться? Вот у нас тут железный топор. Железная кирка. Нагрудник. Ну, можно, в принципе, золотой нагрудник. А что такого? А нас пиглины не будут атаковать, да? С золотым нагрудником. Это отлично. Итак, побежали. Всё нужное мы взяли. Надеюсь, нас никто атаковать не будет в этом портале, так сказать. В этом аду. Мне лагает. Где он вообще? Хряк где? Да где хряк-то? Выходи, хряк. Он нас не бьёт. Круто. Так, мы сейчас с тобой торговлю будем делать. Это было в этом моменте, когда он знал, что он разрушил. А! Всё даю, подожди. Всё воруют! Грабители! По сути... По сути... По сути нам нужно... Злиток... А, злиток, говорю. Слиток ему дать. Железный. А, златый, вернее. И надо меня бить. Ооо! Блин, я его испугался. Их там куча, да? Не будем их злить тогда, раз их там. Ставься ты! Фу, офигеть, я обосрался. Итак, вот железный слиток. Фух. Здорово! Итак, вот мы собрали с них вещи. Так, теперь нужно пиглину дать по... По... Как это сказать? Поторговать. На! А! Давай, давай! Ты торгуешься, да, со мной? Крутяк. А зачем мне это обсидианый, злачущий какой-то? Ну, мне как-то пофиг, конечно. Ну, ладно, мы поторговались. А у меня в инвентаре... Блин. Золото, он сейчас придет ко мне. Вот, как раз тут у нас 9 слитков. А, фу, 9 самородков как раз хватает на слиток. Пошли еще поторгуемся. По сути, сделка с ними очень выгодная. Золото, оно... Не нужно почти что в игре никак. А когда делаешь сделку с ними... То это очень круто. Эээ, пиглины. Вы где? Я тебе подарок принес. Круто. Что ты нам дашь? О, кожа. Тоже хорошо, спасибо. Все, пошли обратно. Я, мне кажется, хорошо с ними поторговался. Ну, блин. Я сейчас начну копать, и они меня убьют. Зачем мне Плачущий Абсидиан? Там новые крафты какие-то открылись. Ну, не суть. Пошли обратно. Плачущий Абсидиан. Что с тобой можно сделать? Якорь Возрождения. Короче, только что прочитал. Якорь Возрождения, он помогает возродиться в том месте, в котором вы хотите, в внешнем мире. Это очень, по сути, круто. Мне нравится идея такая разработчиков. Спасибо, так сказать, за такое обновление. У нас кожа появилась, да. Что мы будем делать из кожи? Правильно. Нет, не штаны. Мы будем делать из кожи библиотеку. Ага. Книги нужны. А, а для книг нужен тростник. А тростника у меня всего лишь два. Ну, пошли. Так, допустим, у нас... Вот щит. Где? Вот, враги. Давай, мне щит. Ну, давай с тебя. О, не пробил. Да что такое? Не пробил, круто. А, это тоже не пробьет, чудак? Ну, конечно, не пробьет. Итак. Как вам моя схема стрельбы? А-а-а. Ну, давай. Ну, тебя как щит сработает? Я боюсь... А-а-а. Щит это имба. Все, пофиксить надо. Понерфить. Ну, ладно, шучу. На самом деле не надо. Это круто очень, потому что есть такой щит. Просто в последних версиях, по-моему, усложнили игру. А тут щит как раз на помощь к нам приходит. И от всякой фигни мы защищаемся. Ну, нифига у нас ферма тростника. С одного захода 36 тростников. А это что? Это что? Это что? Это что? И идем ставить нашу библиоеку. Мы сделали на эффективность, да? А если кирку с эффективностью и еще одну кирку с эффективностью? Ну, вернее. Вот так, короче. А-а-а. Эффективности две будет. Вот это по-настоящему. Это по-пацански. Как бы то ни было, нам нужно когда-нибудь отправляться в шахту. И этот момент настанет именно сейчас. Продолжение следует...